Да, вы невольно, так получилось, нас походу коснулись войны, понятно было, что вы в Ленинграде с 33 года рождения никак не могли избежать этого кошмара. Вот скажите, что для вас была война? Где вы ее встретили? Там же, в Ленинграде? Ну да, конечно. Значит, понимаете, для меня война началась еще раньше, я об этом рассказывал. Дело в том, что мы сильно дружили в фашистской Германии, я каждый 1 мая, отец брал меня на демонстрацию, поскольку там была такая полувоенно-морская организация, то там был военно-морской оркестр, и вот мы шли на демонстрацию 1 мая 1941 года, сейчас помню, на улице Герцена, ныне большая морская, мы остановились, перепускали какую-то другую колонну демонстрантов на Исаакской площади. Слева от нас было здание немецкого консульства. В связи с тем, что мы были в большой дружбе с фашистской Германией, там, значит, развивался огромный красный флаг с белым кругом и черной связью. Он проектировался на, отбиралтейство на Исаакиевский собор, на весь облик моего родного Ленинграда. Потом уже блокады, потом больше эвакуации после 2003 года. Я как в кошмаре вспоминал фашистский флаг, развивающий моим родным Ленинградом. Вот тогда что-то вот такое кольнуло первый раз. А война началась 22 июня, отец приехал в Ирице. Понимаете, мы снимали дачу в Ирице. Каждый год мы ездили в Могилев к бабушкам-дедушкам. В том году отцу не выдали прогрессивку, мне нужно было купить билеты. И поэтому, значит, мы остались в Ленинграде. Как выяснилось, это нас спасло. Отец приехал, стал начать войну. Я очень удивился, потому что было тихо в воде решили, но яркий солнечный день ничего не говорил о том, что что-то изменилось. Но изменилось много. Уже в августе, в начале июля, мать была учительницей, меня вместе с учениками ее школы отправили в эвакуацию. Тогда, значит, в Ленинградский фиг, 1050, значит, отправили в эвакуацию под Валдай. Но план эвакуации был, значит, составлен на случай войны с Белофинами. И нас эвакуировали туда, когда немцы пришли под Маловиш, Рубногородчего, они пришли еще раньше в Ленинграде. С большим трудом нас вывезли обратно, но в начале сентября, не обзавляющаяся игрушка, против танковой колонны была брошена рота курсантов с карабинами, с шаштыками, даже без патронов, которые все поливли. И началась блокадная. Я так понимаю, что первую блокадную зиму вам пришлось переживать в Ленинграде. Да, первую блокадную зиму пришлось переживать в Ленинграде. Тяжелая была зима, рядом с нами был Андреевский рынок. И ходили очень такие частые разговоры, что там, значит, воруют детей и продают их в качестве телятина. Я помню, что дома у нас очень пугались. Дальше парадники меня вообще уже начинают где-то с ноября месяца, мать вообще не выпускала никуда. Потом началась уже зима настоящая. И в апреле 42-го года уже по ледовой трассе Задожского озера нас вывезли на восточный берег. Машины шли по полосу в воде, потому что была уже как бы весна. Шли ночью, потому что боялись обстрела и налетов. Шли с сожженными фарами. И слева и справа от нас валялись брошенные машины. Какие-то машины проваливались. Ну, вот нам повезло. Потом нас повезли в далекий Омск, за Урал. И уже до 45-го года я был в Омске. Эта фотография уже в Омске. Это 43-й год. Александр Алексеевич, вот вы упомянули о том, что вас спасло то, что вы не поехали в Могилев. Почему вас это спасло? Что случилось с вашими родными в Могилеве? Ну, то же, что и со всеми двими евреями, которые остались, когда пришли немцы. Бабушка, я хорошо помню немцев в 18-м году, утверждала, что это все пропаганда, что это культурные люди, которые вообще никого трогать не будут. Но это были другие немцы. Ее и всех моих родственников, военных братьев, сестер, дядей, тети и все, кого они нашли там, они закопали полуживыми в поселке Пашково под Могилевом, который я нашел только в прошлом году. Ну, я не пару лет искал, где их убили и захоронили. Пашково было место, где немцы испытывали душеволки. На них тоже испытывали. Вот это место я нашел совсем не явно. Вот эта доска в поселке Пашково, которая, значит, на месте их массово захоронена. Там несколько тысячек лежит, вот 300 тысяч человек. Александр Масеевич, пожалуйста, если можно, почитайте стихи по воспоминаниям из военного или сразу после военного детства. У вас вот очередь есть, совершенно потрясающее стихотворение. Ну, я хотел бы двое сводить. Можно? Или другого? Недели первые блокады, бои за Гатчиной МГУ. Горят Бадаевские склады на низком Невском берегу. Мука сгорает, над районом дым поднимается высок, красивым пламенем зеленым пылает сахарный песок. Скипает, вспыхивает масло, фонтан выбрасывая вверх. Три дня над городом не гаснул печальный этот фейерверк. И мы догадывались смутно, горячим воздухом дыша, что в том огне ежеминутно сгорает чья-нибудь душа. И понимали обреченное, вдыхая сладкий аромат, что след за дымом этим черным и наши души улетят. А в город падали снаряды, садили солнце на залив, и дом, сгоревший рухлый рядом, бульвар напротив завалив. Мне бы забыть бы это надо. Да вот представьте, не могу. Горят Бадаевские склады на поленном берегу. И наша песня есть, если Саша Костромин мне поможет, и в наше время есть, мы эту песню о блокаде можем вспомнить. Нет? Есть. Спасибо. Александр Николаевич Костромин. Наши дожди в работе.